привет музыканты и добро пожаловать на новый обзор вы знаете целью создания этих роликов о музыкальном оборудовании всегда было показать им что-то полезное функциональное красивое может быть по привлекательной цене и знаете я бы никогда ранее не подумал о том что буду снимать этот обзор но вот мы здесь и позвольте вам представить sterling by music man gb70 что это за гитара почему она сегодня на обзоре все это и многое другое в этом видео давайте быстрее начинать итак в первую очередь давайте разберемся с функциональными составляющими этого инструмента это семиструнный не баритон длина мензура здесь 25 с половиной дюймов прямо как у majesty электроника здесь пассивная отмечаю пассивная электроника регулировка тона и громкости трехпозиционный переключатель по дереву липа клён палисандр что еще хочется отметить это локовые колки круто гриф на болтах тримоловая система и 24 лада перед тем как послушать этот инструмент хочется отметить некоторые особенности значит первую очередь это покрас да посмотрите тот самый хамелеон петручевский очень круто когда я это увидел вживую блин я честно вам скажу я пожалел что я взял белый этот цвет это это что-то с чем-то значит второе как я уже говорил ты локовые колки то есть не на всех бюджетных гитарах есть такой функционал и честно хочу сказать что технология на мой взгляд не сильно сложные надо ставить это уже на все гитары значит что еще хочется отметить гитара пассивная гитара то пассивная самое интересное то есть когда они создавали этот инструмент у них не было цели полностью скопировать или хотя бы попытаться приблизиться к оригиналу они шли каким-то плюс-минус своим путем хотя может быть это попытка максимально удешевить всю эту технологию и поэтому здесь в общем то стоят пассивные датчики значит регулировка анкера здесь тоже вот она вот здесь вот тоже так же как на majesty в общем больше здесь добавить нечего ну кроме наверное болченой конструкции но это тоже знаете варианты удешевить ну здесь ничего не могу сказать на бюджетных гитарах на всех так ну и на это можно остановиться и давайте переходить к прослушиванию а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, мы закончили слушать этот инструмент. Впечатления у всех могли сложиться разные, да? Ну, в общем-то, некоторые из вас могут задать вопрос. А зачем мы вообще это сегодня здесь рассматриваем? Казалось бы, ничего особенного. Обычный инструмент с двумя хамбакерами, пассивный. Зачем он здесь? Ну, я вам отвечу, в общем-то. Знаете, то есть я рассуждаю, как владелец Мэджести, да? На Мэджести стоят активные датчики. Там активная электроника с возможностью вот как раз-таки вот этой вот пассивной отсечки. И здесь я вам так скажу, что мне вот не хватает в Мэджести того, что дает эта вот гитара. То есть я бы, наверное, не взял бы эту гитару как основную, я вот сейчас вот на свой данный момент. Я бы взял бы ее как вторую, как гитара, которая у меня будет находиться 100% времени на студии. Или наоборот дома, да? А Мэджести у меня наоборот осядет на студии. И, возможно, я бы эту гитару возил бы как резервный на концерты, например. Почему? Ну, потому что, ну, посмотрите на нее. Ну, выглядит она круто, реально. Ну, то есть перформанс она создает правильный. И звучит она, на самом деле, неплохо. И плюс ко всему она звучит иначе, чем Мэджести. Для меня вот это вот главный определяющий фактор. То есть я в свое время, я даже не думал, что можно рассматривать вот эти вот гитары как вообще что-то, ну, удобоваримое. А по факту получается, что это просто альтернативная версия твоего Мюзик Мэна, который просто закроет тебе весь оставшийся функционал, если хочешь. Ну, и честно вам скажу, что если, допустим, у вас нет денег на Мюзик Мэн, то это вполне себе неплохой вариант. Потому что у вас здесь есть система 3-мола, у вас есть пассивная электроника, вы можете играть как полегче, так и потяжелее. То есть я бы не сказал, что это, ну, вообще полное мусорное ведро, да, и полные какие-то дрова, и не стоит это покупать. Нет, стоит. Почему? Потому что на вторичке ее можно найти там за 50-60 тысяч рублей. Но в этом, конечно, ну, не знаю, если хотите, можете купить за сотку, но за 120 я там где-то даже видел. Ну, не знаю, мне кажется, что 120 для этого инструмента это много. Но, в общем, мой посыл, я думаю, ясен. То есть как альтернативный инструмент, как второй запасной, как инструмент, который закрывает недостатки Мэджести, вот это прям реально неплохо. Итак, возможное назначение этого инструмента мы с вами определили. Вы, конечно, свой вывод сами сделаете, да, надо вам такое или не надо. Но, в общем, вот вам мое мнение. Значит, поехали дальше по поводу плюсов и минусов. Давайте, наверное, начнем с плюсов. Плюс номер один. Это ее внешний вид. Ну, посмотрите. Ну, классно выглядит гитара. Реально классно. То есть ее выдают только не блестящие лады, но это можно поправить, можно заменить лады всегда, да. И, ну, в большей степени накладка, конечно. Накладка выглядит, ну, откровенно дешево, да. Это, ну, знаете, это такие вещи, блин. Вот, честно, я не считаю, что вот гитара там должна выглядеть супер как-то офигенно. Главное, как вы на ней исполняете. Ну, я думаю, это для всех очевидно. Ну, в любом случае, да. То есть, эстетического удовольствия могут не все от нее получать, вот за счет того, что гриф выглядит вот так. Плюс номер два. Это ее относительно низкая стоимость относительно мюзикмена. Если у вас нет денег на мюзикмен, это ваш выбор. В общем-то, конечно, вы не получите тех ощущений, которые вам подарит мюзикмен, но это хотя бы плюс-минус уже шаг в ту сторону. Плюс номер три. Это ее функционал по технической составляющей. То есть, локовые колки, рычаг тримола, пассивная электроника, трехпозиционник. Ну, да нормально. Ну, то есть, этого хватает. И если эту гитару из строя в строй не гонять, а я еще раз повторю, я никому не советую никогда гонять гитару из строя в строй. Пользуйтесь качественными печами, пользуйтесь запасным инструментом. Но не надо гитару насиловать, гонять ее из строя в строй. Потому что, если вы согнали гитару в другой строй, вы должны отстроить мензуру, вы должны выровнять гриф для дерева. Это все вредно. Дереву нравится вот плюс-минус стабильное, вот такое вот спокойное состояние в одном строе. Еще хочу отметить один из плюсов. Это наличие скоса под правую руку. Выполнен достаточно топорно, как будто просто отрезали кусок дерева, не как на Мэджесте, но, тем не менее, функционал свой выполняет и играть весьма удобно. Еще хочется отметить наличие фирменного чехла. Не то, чтобы он какой-то супер крутой или особенный, но его наличие определенно радует. Не уверен, что на вторичном рынке каждый лот будет комплектоваться вот таким вот дополнением, но на первичном рынке все гитары комплектуются этим чехлом. Я думаю, что на этом на плюсах можно остановиться. Давайте перейдем к минусам. Первый минус, который мне бросился в глаза, мне прям, это честно скажу, сильно не понравилось. И я не знаю, проблема это конкретного инструмента или это проблема всех стерлингов. Если у вас вдруг есть стерлинг, пожалуйста, напишите, расскажите, есть ли у вас такие проблемы с ним. Ну, в общем, вот что я хочу сказать. Вот посмотрите вот на обратную сторону грифа. Вот здесь вот особенно, да, вот здесь вот я приближу. Значит, что я хочу сказать. Это качество лака на обратной стороне грифа стерлинга. Оно оставляет желать лучшего. Почему? Ну, потому что вот здесь вот отчетливо видно, что здесь вот лак просто истерся, да. Истерся он, судя по всему, под трением большого пальца. Здесь вот трогаешь, лак есть. Здесь трогаешь, его нет. Ну, то есть это капец. Вот тут вот, например, та же самая история, да. То есть здесь вот как будто бы лака нету, но здесь вообще дерево как будто почернело. То есть от пота, от того, что человек вот так вот, ну, держит гитару, да, вот у него ладонь потеет, и здесь вот уже вот эта грязь, этот пот впитался. То есть, ну, это откровенно так себе, да. То есть это, конечно, не критично, да. Но когда ты покупаешь гитару, ты, наверное, хочешь, чтобы у тебя вот эти вещи, они, ну, были в каком-то плюс-минус порядке. Поэтому если, допустим, у вас есть такая проблема, я вам всем настоятельно рекомендую нормально лаком покрыть. Просто дерево элементарно будет портиться без лакового покрытия. Минус номер два. Это пятка. Или, я бы сказал, вообще ее отсутствие. Ну, не отсутствие, конечно. Ну, здесь попыток как-то сделать эту пятку лучше вообще не предпринималось. То есть, здесь вы можете играть, ну, крайняк, наверное, в 17-й, может быть. Ну, в 19-й позиции, ладно. Ну, в 19-й, кстати, это ничего, нормально. Но в 17-й позицию точно сможете. Если у вас более длинные пальцы, может быть и подальше. Ну, то есть, я понимаю, что это бюджетный инструмент, да. То есть, здесь не должно быть какой-то крутой пятки, как у Мэджести. Может быть, я уже избавился Мэджести, да, где ты просто везде по грифу гуляешь, и тебе никаких препятствий инструмент не создает. А когда ты играешь, ну, хочется, да, чтобы тебе не создавал препятствий инструмент. Ну, как будто бы это логично, но на самом деле, как видите, технология таких вот гладких пяточек, это достаточно сложно. Едем дальше. Минус номер три. Это какие-то всякие разные эстетические мелочи. Ну, я, конечно, здесь тоже сужу с такой логики, что, может быть, Мэджести избалован, да. Я не скажу, что там все безупречно, но там сделано все реально хорошо. Ну, вот такие вот моменты, как отсутствие защиты, например, да. Ничего страшного, казалось бы. Ну, правда, ничего страшного. Но вот может где-то кому-то царапать. Хотя у меня сколько гитар было, все были без защиты, мне никогда ничего не царапало. Второй момент, это уже, ну, такое себе, конечно. Это реально так, откровенно халтурно сделано. Ну, то есть, если вот здесь вот, если присмотреться, здесь идет накладка грифа, да, она идет за крайний порожек, и дальше они ее лакируют, накладку, да, и потом идет уже головка грифа уже под покрасом. То есть, ну, я не понимаю, а почему было не закрасить полностью это, то есть вот досюда-то покрасить. Но, по всей видимости, они сначала все это дело красят, а потом кладут накладку, а потом, ну, лак. Ну, наверное, так дешевле. Не знаю, правда не знаю. Из каких-то других эстетических недоработок, ну, как вам сказать, наверное, есть что-то еще, может быть, я что-то не увидел. Я этим инструментом попользуюсь вот буквально сутки, да, может быть, чуть-чуть побольше. И я не смогу, наверное, выявить так быстро какие-то дополнительные недочеты, но если выявлю, я обязательно их дозапишу в видео. А так, в общем, по эстетике как будто все. Давайте переходить к следующему пункту. Следующий минус, это, пожалуй, вот эти вот колки, да. То есть, здесь такая же болезнь, как у Мэджисти, вы сюда толстые струны не засунете. Слишком тонкое отверстие. Если вы хотите играть в соль, там, на семидесятках, вот просто забудьте, да, это, скорее всего, не ваш выбор. Есть, конечно, умельцы на ютубе, но я не знаю, что они делали. Если вы, вот, любитель традиционных отношений с гитарой, да, то вы не засунете сюда это. Ну, или вы любитель делать вот это вот, растачивать дырку у колка. Ну, тогда вы туда, разумеется, что-нибудь засунете. Можете, конечно, колки поменять. Вот. Но так вообще по функционалу сюда сильно толстые струны не предназначены. Да и зачем здесь 25,5 дюймов? Какая соль, блин? Вот я на Music Man играю в ля, и ниже опускаться, ну, какой смысл? И следующий минус этого инструмента, ну, может быть, для кого-то и не минус, это то, что он сделан в Индонезии, да? То есть это не США, это не Корея, это Индонезия. Качество сборки наверняка будет страдать, но если, допустим, у вас бюджет заложен, там, 50-60 тысяч, вот на вторичке я видел когда-то, 50-60 тысяч есть гитары вот такие вот, ну, тогда там большинство гитар будет сделано в Индонезии. Ну, если найдете что-то лучшее, ну, значит, отлично, да? Если нет, ну, значит, нет. Как-то так. Хочется отметить еще один минус, ну, как, это скорее не минус, это, наверное, особенность любой пассивной гитары, это наличие фона на хайгейне. То есть, ну, не наличие его, а более ярко выраженное, чем на активной электронике. Это, в общем-то, не то, чтобы сильно мешает жить, но вы должны иметь это в виду. А вообще лечится все хорошим ноизгейтом. Итак, давайте подведем итоги по этому инструменту. Как считаете, есть ли в этой гитаре смысл? Ну, лично я считаю, что определенно да, есть. Почему? Потому что я рассуждаю, как владелец Music Man Majesty. Мне как раз не хватает вот этого вот пассивного датчика, пассивного хамбакера, да, потому что в Music Man его нет, к сожалению. Но можно взять вот такой вот бюджетный вариантик, и у вас будет закрыта полностью ваша потребность. Если она у вас есть, конечно. Как первую гитару смотреть? Ну, почему бы нет? На вторичке можно найти достаточно по неплохой стоимости себе. А мне, в общем-то, все остальное в гитаре нравится. Поэтому на вторичке, ну, наверное, все-таки только на вторичке, я бы эту гитару себе взял. Ну, и опять скажу, ну, посмотрите, как она классно выглядит. Блин, круто. Вообще класс. Цвет мне очень сильно нравится. Хамелеон — это топ. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. А в комментариях давайте сегодня обсудим бюджетные гитары. Может быть, есть у вас бюджетная гитара? Была когда-то? Есть какая-то интересная история? Или вы знаете какой-то интересный инструмент? Пишите, обязательно обсудим. Потому что у меня никогда не было бюджетной гитары. Я впервые столкнулся вот с этим, и мне реально понравилась. Прикольная гитара. Ваши вопросы по оборудованию пишите также в комментариях, в личные сообщения. Вы знаете, что я всегда рад пообщаться по железкам, когда находится время. Да и, в общем-то, на этом все. Всем большое спасибо. Всем удачи. Слушайте хорошую музыку. Всем пока.